Это, конечно же, результат не только прошлого года деятельности всего коллектива, но я думаю, что это и задел был сделан намного ранее, в предыдущие годы. В прошлом году были значимые показатели и по количеству проведенных мероприятий, в том числе и обслуженного зрителя. Мы обслужили более 85 тысяч человек, зрителей, которые купили непосредственно билеты у нас. Было осуществлено 8 постановок новых спектаклей, был рассмотрен разножанровый большой спектр постановок спектаклей и для детской возрастной аудитории, и для взрослой, и различные тематики, различные жанры были. Общаясь с нами, Вячеслав Иванович говорит открыто, театр уже не один год активно работает и развивается, что позволяет ему быть востребованным за рубежом и иметь полные залы зрителей. Однако эта награда, занесение на областную доску почета, для большой копилки коллектива не менее почетна, особенно сейчас, когда работа коллектива ограничена, и встречи с публикой возможны лишь посредством интернета. Кстати, в социальных сетях онлайн спектакли оказались популярны. Количество просмотров отдельных постановок давно перешагнуло за тысячу. Нас можно увидеть в социальной сети ВКонтакте, по поисковику архив нижнее подчеркивание БДТ. Там выложены наши, наиболее интересные с нашей точки зрения, спектакли и работы прошлых лет. Мы сейчас планируем акцию, посвященную Великой Победе. Понятно, что, опять-таки же, с приглашением зрителей мы работать не можем, поэтому мы активно будем задействовать интернет. Поэтому я думаю, что и 8 числа, в преддверии 9 мая, мы покажем еще ранее не показанный спектакль в нашем театре. Это премьера, которая, к сожалению, пока не смогла состояться. Это спектакль «Не покидай меня». Хотя принята эта постановка все же была. На протяжении нескольких месяцев артисты работали над тем, чтобы сдача спектакля прошла вовремя. История о девушках-разведчицах – это повествование о жизни подростков, чья юность выпала на годы военного лихолетия. Художественный почерк режиссера постановки Александра Козыка прослеживается во всем. От подбора образов до глубины и трогательности каждой сцены. Профессионализм всех участников творческого коллектива стал фундаментом успешности спектакля. И покинуть душу он уже просто не сможет. В любую роль, в каждую роль мы вкладываем кусочек души. А для того, чтобы зритель поверил, надо, наверное, верить самому. Если актер верит в то, что делает, тогда и поверит зритель. Заинтересовать зрителей настолько, чтобы они тоже прожили вместе с нами этот спектакль. Почему? Потому что, мне кажется, на спектакле военной и тематику нельзя играть в проброс. Нельзя играть в пустую. Нельзя играть, не затрачивая свои эмоциональные души, психологические, нравственные силы. Кроме того, в последние годы немалые средства были вложены в модернизацию. Постепенную реконструкцию проходят залы и сцена. Все для того, чтобы удивлять публику и радовать ее своими работами. А еще, чтобы принимать в гостях самых известных артистов с достаточно сложным оборудованием. Жизнь в театре даже сегодня бьет ключом. Все для того, чтобы оставаться лучшими из лучших всегда. Мы и максимально уменьшили количество баннеров на нашем фасаде, но театр работает. Поэтому, как только ситуация улучшится, мы с удовольствием будем звать и ждать наших зрителей в стенах уютно в нашем театре.